Ну что ж, вы снова дождались уже полюбившаяся вам рубрика Наглые гости с детьми Я что-то подумал, что сказано уже так много и рассказывать больше нечего Но как же я ошибался Срочно кидай грязь в комменты, бахай в колокол за новую часть наглых гостей И как-нибудь давайте все-таки наскребем 11 лайков Предисловие? Да нет, их не будет, будет только трэш Это было много лет назад Мама позвала коллегу с работы Коллега, естественно, пришла не одна, а со своим приблудышем А когда увидела меня, здоровенного десятиклассника Вкинула моей маме, что типа Ох ё, ты ж говорила у тебя сынуля, а не сын Короче, данная мадам подумала, что может взять с собой ребенка Дабы убить сразу трех зайцев Самой отдохнуть, ребенка, ни на кого не нужно оставлять Да еще и в лице меня думала, что ребенок будет под присмотром Или хоть чем-то занят Но хуя Кукуева я благополучно свалил гулять Честно, навидавшись многого, я решил от греха подальше вырубить комп Естественно, положить ножницы около проводов Поставил на край стола бурлячий кипяток Разбросал острые кнопки повсюду Конечно же, блин, я шучу Но было бы весело В общем, когда я вернулся в хату после гулянок Мало того, что оливье и какие-то ссанные бутерброды со шпротами Были разбросаны по моей комнате и измазаны по ковру Это, если честно, полбеды Но у опездала, оказывается, возникло бешеное желание Позариться на святое Этот облупыш поломал мой раритет Сделанный из шоколада Здоровенный мяч, который мне мама привезла из Питера Сук, эта штука хранилась у меня на полке Три года Я даже не вскрывал его Естественно, ее нельзя было есть Шоколад давно пропал Ну как же, блин, обидно Мама потом выясняла, как так вышло Но там отнекивались Говорили, что такого быть не может Дитинг-то святая Я так понял, он просто откусил кусок А раз шоколад старый, то ясное дело Не очень вкусный Ну и все Кроме как сломать, ни на что ума не хватило А цена на такой мяч доходила Примерно до 10 тысяч рубасов Я вообще на законодательном уровне Трогать чужие вещи запретил Особенно не в своей квартире И чтоб ответственность несли мамашки За свое чадо Меня вот поражает иногда наглость Таких безответственных ежмамок Я человек нежадный Но сука жабу душит Когда приходят с пустыми руками А сами жрут в три горла Лишь бы наестся Однажды вообще Завалилась такая с виду милая ежмать Принесла сыр и сладости И прикиньте, сидят они с мамой на кухне А я с ее малым играю И периодически бегаем мы на кухню Воруем хавку со стола И в один из таких набегов Ежмать делает мне замечание Мол я слишком много ем Ее принесенный сыр И типа намекнула Чтобы я в своей квартире Ел свою еду Я сейчас это вспоминаю Меня прям передергивает Тогда-то я был пи***ом Ничего особо не понимал В общем мерзотно и стрёмно За такое как-то А че бы вы сделали на моем месте Продолжили бы хавать сыр Так знаете, чисто на слой ежеманки Кстати, как часто к вам приходят гости с детьми И юзают ваши вещи Ваши игрушки Или даже ваши костюмы Может быть кто-то скажет ему Вы наверное думаете, что это все приколы и угары Но нет Такие случаи действительно есть И их очень много Например, как вам такое? По предварительным данным Пришли гости С двумя звездюками братьями Те подговорили сына хозяйки квартиры Закинуть в туалет Пару бутылок с моющим средством Что за безобразие? Это кто у нас так балуется? Посмотрите, что делается А ты толку-то закрывать Оно все равно лезет Слушай, ну это же не стирка Это что-то покой Так, послушаю, я может кто-то И как и только Миллиарды кубометров пены По всей квартире Минус нервы Минус друзья семьи Кстати, Барсик в шоках От таких гостей И от таких тоже Я просто в ахере от такого Кто не понял Это похоже на белую краску И теперь надо по фасту Ее отмывать Пока она не засохла Да, я соглашусь Не факт, что там были гости с детьми Но вы только представьте Если звездюк такое творит у себя дома Что бы он сделал в гостях? Не, ребят Это не то, что вы подумали Это кетчуп Всего лишь кетчуп Ну блин Он повсюду И я просто в шоке От спокойствия Этой дамы Давайте признавайтесь А бывало у вас такое Что пришедший в гости Ребенок Начинает подговаривать вас Сделать что-то лютое И стрёмное Например, как здесь Да уж Жаль микрочелика Повелся на байт И разбудил спящего отца Хлёстким шлепком по срахотану А наглая деваха Которая пришла в гости Тупо подставила его Кстати Фулы этих трёх видосов Как обычно Чекай у меня в телеграме Что стало с челиком Размазавшим по хате краску Кто всё-таки отхватил пиздов За разлитый кетчуп И что сделал отец Своему сыну За такую выходку Да и вообще Всё что не пропускает ютуб Я всегда публикую у себя в тг Там есть всё От махача с училками До пумы чилищей в школьном туалете Пацаны кто подписан Подтвердят Что в шоках от того Что там видят Не пропусти и ты Такую возможность А если быть честным Иногда с гостями И их детятками Хочется сделать так Но нужно же быть гостеприимными Особенно когда мама Начинает угрожать тебе Или запретом играть в компьютер Или запретом на погулять Если ты откажешься Посидеть с детишками гостей Что кстати не очень то и правильно Ведь получается в этот момент Родичи думают только о том Как будет им хорошо Не ставят твоё мнение в расчёт Я знаю таких людей Которые при виде любых гостей Даже без детей И шкерятся Делают вид что спят Создают вид что капец как занят Лишь бы не контачить ни с кем И их нельзя за это осуждать Ну а тем кто ещё не испытывал на себе Участь наглых гостей с детьми Желаю вам никогда Такого не испытывать Давайте так Набираем 11 лайков И помогите актив поднять Накидайте комментов От пяти слов Я буду премного благодарен А в следующей части Которая будет очень скоро Я расскажу про Халабуды Это такие пристройки Или постройки Внутри квартиры Которые мы мутили Из подручных средств Подушки Столы Ну и творили там Полнейшую дичь За что Отхватывали Ну это уже В следующем ролике Ну а на сегодня Всё Всем счастья